Планета Дзюдо Боевое искусство, здоровье и сберегающие технологии, мастером Айкидо Владиславом Макаровым, основателем школы «Кузница Айкидо». И мы хотим узнать у него его мнение по теме вот этого проекта, который, еще раз повторюсь, звучит «Боевое искусство, здоровье и сберегающие технологии». Как он видит это со своей стороны. Итак, Владислав, здравствуйте. Здравствуйте, это Роман. Скажите, пожалуйста, вы присоединились к этому проекту и уже вот практически стали неотъемлемой частью этого проекта. Третий тур вот буквально недавно завершился. И уже есть какой-то у вас опыт всего этого. Ну и хочется послушать ваше мнение. Ну, опыт какой. Хорошо, что был такой настрой. Спасибо, что позвали, скажем так. Но мы, я практикую Айкидо, а мы ездили по клубу дзюдо. Ну и в Анапе, соответственно, я там оторвался и пошел тоже в клуб Айкидо и практиковался с ними. То есть чуть-чуть отличается. Но подход у дзюдо, у самбо, Айкидо, у карате, скажем так, ну вот как три разных состояния. Дзюдо – это гибкий путь, как вода бывает жидкая, там, карате – это как лед твердый. Ну, айкидо больше парообразное. Но мы о чем говорим? Что вода может существовать в трех состояниях. Поэтому мы вот в последней поездке, так у нас и получилось, что было самбо, было дзюдо, было Айкидо. То есть очень понравилось мне. Дальше что? Опять нужно все разграничивать. Ну, не то, что нужно, скажем так. Время, место, обстоятельства. То есть, ну, пришло такое время. Раньше, вот когда я начал заниматься, в 90-е годы, почему я в Айкидо пришел? Что Стивен Сигал, кино, Костя трещат, все хорошо, скажем так. Но сейчас уже мерное время, поэтому приходится, раскрывается через многолетнюю практику еще один аспект, как здоровье и забережение. То есть, неважно научиться там быстро откручивать голову, руки, ноги. Главное, чтобы руки, ноги и, прежде всего, голова у тебя были на месте. И тогда будет все хорошо. Ну, вы вот сказали, что вы практикуете уже с начала 90-х годов Айкидо. Все-таки тенденция такова, что все боевые искусства в основе своей представляются для обывателя как что-то такое, вот, какое-то военно-прикладное. Что-то, вот, как это, есть рекламы такие, там, реальное Айкидо, боевое Айкидо. Ну, на ваш взгляд, позиция такая, она чем хороша и чем нехороша. И с точки зрения, вот, проекта здоровья и сбережения. Как вы можете оценить свой опыт практики Айкидо с точки зрения здоровья и сбережения и с точки зрения прикладного назначения? А на это я вам отвечу, скажем так. Есть у меня ответ на ваш вопрос. Потому что мы живем в России, да? Вот, пришло к нам из Японии. То есть, менталитеты чуть разные. И всегда нужна адаптация, скажем так. То есть, нельзя слепо принимать. Если вот мне понравился такой пример, ну, потом я к своим на вопрос отвечу. Что раньше не было интернета, все, по книжкам. Начали заниматься йогой. Йога полезно? Полезно. Надо пить 5 литров воды. А читают это в Иркутске, где там минус 40. А книжка написана была, где плюс 30 градусов. То есть, любое движение вызывало поддельение. И они как, ну, в книжке же написано, надо, значит, 5 литров пить. А это не очень хорошо сказывалось на водном балансе практиков. То есть, не надо слепо верить, то есть, все должно быть адаптировано. Дальше. Если возвращаться к методике, методике Айкидо, там есть порядок такой данных. Первый, второй, третий, четвертый. Ну, дальше пятый за вклад в развитие. Четвертый, это значит, цикл закрывается технически. То есть, человек уже самостоятельный, взрослый становится. И может уже на свое видение претендовать. Но до этого идет. Как происходит у нас? У нас черный пояс, это вершина пирамиды. А в Японии это только вход. И самообучение начинается только после первого, после второго, после третьего, после четвертого данных. Я один мастер тоже интервью прочитал. Где-то четвертый данный, это там не просто ты с черным поясом уже ходишь порядка 10 лет. А это только проблески мастерства. И вот мне понравилось, что четвертый данный, это только проблески мастерства. И до мастерства надо еще дожить, скажем так. Но если делать это практики неосознанно, то можно очень сильно травмироваться. Но можно через и практики так же и восстановиться. То есть можно как собраться, так и разобраться, скажем так. Собрать себя, собрать учеников, если мы как тренера говорим. И провести этот путь наиболее комфортно, безопасно. Но, к сожалению, вот сколько, ну мы не разговариваем, не практикуем, я имею в виду с мастерами разных видов, что йоги там, вроде йога безопасная, но тренер по йогу говорит, я все эти собрал, скажем так. И ноги вывернул себе, и это. Потом пришлось снова оздоравливаться, а не гнаться за каким-то мифическим там результатом. Также я на третьем данном, когда сдавался, что-то я очень сильно перезанимался. И поэтому к третьему данному я был очень физически подготовлен, но очень разобран. Все, ну как, разобран в плане того, что не то, что руки одели, ноги одели, а все здоровье было в не очень хорошем состоянии, ни физическое, ни психическое. Потому что перетренированность такая была. А к четвертому данному подошел более осознанно, и аттестация прошла, как я считаю, великолепно. На ваш взгляд, вот туры, которые были, в которых вы приняли участие, отношения или взгляды тех преподавателей, которые были слушателями этих туров, да, как мы там показывали, на ваш взгляд, они готовы к восприниманию того, что боевое искусство можно рассматривать с гигиенической точки зрения, с лечебной точки зрения, что боевое искусство не надо рассматривать лишь с точки зрения там спортивно-соревновательного или военно-прикладного применения. Почему? Все готовы. Мне вообще не очень понравилось. То есть все люди взрослые, все практикуют не один десяток лет, не один десяток там прошло через них людей, даже не то, что десятки, сотни через некоторых. То есть уже временной интервал виден, скажем так, что будет с человеком, как он будет, то есть к чему они там готовят. Ну, к соревнованию, я считаю, мне очень понравилось. То есть я старался больше слушать. Хорошо, вы старались больше слушать, но все-таки идея тура, по большей части, да, заключалась в том, чтобы предложить взглянуть на боевое искусство немножко под другим углом зрения. То есть, как вы говорили, вы пришли в боевое искусство, в айкидо, потому что Стивен Сигал, да, там кряхтят руки, ломаются ребра и так далее. На третий день, когда вы сдавали, вы поняли, что уже даже никто не трогает вас, но у вас уже все кряхтит. И сегодня в этом проекте вы уловили, значит, какую-то ценность для вас, в первую очередь, и вы стали, но я не думаю, что вам было бы интересно, если бы вы не уловили эту ценность, именно взглянуть под углом здоровья сбережения, использования упражнений, допустим, конкретного вида боевого искусства, айкидо. И поэтому мой вопрос заключался в том, что все хорошо слушали, и больше я слушал. Но мы же, и вы в том числе, хотели представить другой... Ну вот, что получается, есть медаль, да, и есть здоровье, скажем так. И люди делают свой выбор, то есть они кладут здоровье, чтобы получить олимпийское золото. Не все доходят до олимпийского золота, потому что это раз в 4 года, но это выбор людей, свободных людей, скажем так. И здесь мы о чем говорим? Что здоровье – это время, да, есть время и здоровье. Это такие фундаментальные ценности, которые, я даже не думаю, что это надо доказывать. Но у нас еще такое время материальное, то есть еще финансовая такая составляющая. И кто-то ставит на весы финансовую составляющую, в угоду здоровью, отношениям, еще что-то. То есть это выбор человека. И мы в этом туре, мне понравилось, что мы достигали баланса. Не то, что там, мое кунг-фу сильнее, там, вот надо вот так вот делать, а вот так вот вы не делаете. То есть, если мы уважаем выбор других людей, то и наш выбор, скажем, мы говорим, что не навязывая, а просто показывая, это хорошо. Что вот есть такая возможность, а не то, что вы должны делать так, так и так. Но если мы, да, попадаем в какую-то военизированную структуру, то там нету, для творчества не должно быть места. То есть, отцы командира говорят, надо делать так, так и так. И ты это все делаешь. А у нас более творческая такая поездка, то есть общение и колесо здесь. То есть, тренировка, может, она нравится, но если она с утра до вечера происходит, то никаких сил нет. И мы возвращаемся к нашему туру, что, ребята, даже для тренеров нужны тренировки, которые бы восстанавливали этот потерянный баланс энергии, который они отдают своим ученикам. То есть, это полезно как и ученикам, так и тренерам, то, что мы хотели. Если кто-то услышал об этом, я буду просто счастлив. И в заключение еще один вопрос. Для меня он лично важен. Ваши, после этих трех туров, потому что они все-таки были не единичные в таком, как бы, в одном месте. Я посчитал, что 14 занятий мы провели. И это, значит, практически вот почти 14 городов, 14 разных мест. И ваше личное отношение и ваш взгляд на именно боевое искусство, как айкидо, изменился ли? Вот вы сказали, что вы больше слушали. Вот ваш личный взгляд на айкидо изменился ли за вот эти три тура? Нет, не изменился. Но я бы хотел поправить, что мы о чем же говорили в этих турах? Что делайте по 10 минут каждый день. То есть мы даже сейчас математикой считаем, что было 14 занятий, не было 14 занятий. Мы же несли такую мысль, что делайте вот этот формальный комплекс где только с утра, а с вечера, когда у вас есть свободная минутка или когда вы устали даже. И поэтому мы же делали комплекс утренней гимнастики. Каждый раз мы это ежедневно. Получается, если поездки у нас были по 10 дней, то есть 30 дней уже только не 14 занятий было, а намного больше. И следующий посыл, что занятия не только конкретно в зале, а можете заниматься, проснулись, занимаетесь перед отходом ко сну. И вот ценность какая вот все-таки для меня, да? Что нужно не просто вот в зале 2 часа там отработал и все и забыл про это. А ценность в чем? Что распространить это на, ну как это, чтобы день был осознанным. Мало того, что тренировка должна быть осознанна, для чего ты пришел, что ты пришел делаешь. Потому что бывают такие случаи, ну сейчас реже, когда ученики потом превосходят учителя, да, и говорят, тренер надо вот так вот делать или вот так вот и вот так. Ну это как бы вызывает улыбку, скажем так. То есть нужно быть и учеником становиться, и если ты сам хороший ученик, то не факт, что ты станешь хорошим преподавателем. Но если ты хороший преподаватель, то ты автоматически станешь, значит, ты хороший ученик. Спасибо. Не глубоко. Спасибо большое. Ну, видео можно будет пересматривать несколько раз и что-то углубиться в ваше умозаключение. Вот, спасибо большое, Владислав. Это мы, да, в самбу научились. Да, мы в самбу научились. А потом каноней. Это хорошо. Вот, вы слушали интервью с мастером Айкидо, участником, одним из основных участников проекта «Боевое искусство, здоровье, сберегающие технологии» Владислава Макарова, школа Кузинца Айкидо, основатель этой школы. И если у вас есть какие-то вопросы по данному проекту, если у вас есть вопросы непосредственно к Владиславу Макарову, к нашей группе исследователей, вот, вы можете их оставлять в комментариях. Возможно, кто-то интересуется и хочет посмотреть вживую этот проект. Приглашайте нашу группу исследователей. Мы готовы приехать, поделиться своими мыслями, услышать ваши мысли. И таким образом мы будем, будет у нас взаимное процветание и благодетствие. Спасибо. Надеюсь, что ответим вам. Надежда – это все, что остается новым. До новых встреч. Вы смотрели «Планета дзюдо». Продолжение следует...